Девушки отдыхают 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 Он уехал нырять. Вчера был шторм. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здарова, шеф. Подкинешь на правую набережную? Правая набережная? Не вопрос. Поехали. Тысяча. Да ладно, я местный. Тут до центра 500. Хочешь, по телефону закажу. Местный? Ладно, поехали за 500. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жака, это я. Здарова, Слав. А чего ты не приехал в аэропорт? Я прилетел уже. Жак, отхреначили меня. Прямо на берегу, только из моря вылез. Кто? Армяне или Абхазы. Не разобрал. Артуровские, скорее всего. Что, совсем охренели? Ты на своей машине был? Ну да. А они что, номера не видели? Брат, я не знаю. Весь камень забрали. На сколько? Ну, тысячи на три долларов. Слушай, давай не по телефону. Лучше в чат. И вообще, подъезжай и в отрасль там разберемся. Ну, давай в чат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это наш с форта? Да. Там двадцать килограмм. Надо бы, чтобы он все забрал. Да тут идеал. Одни леденцы. Я бы сам все в круг взял. Ты сначала шары продай. А камень получишь после того, как точно договоришься с китайцем Славы. Да у него проверенный китаец прилетел. Еще пару дней здесь будет. Главное, чтобы этот китаец все купил. И подставы никакой не было. Да не будет. С нашей стороны все чисто. А славян этого китайца знает уже два года. Все берет за наличку. Объем нормальный. Главное, чтобы было качественно. Не, ну, хороший камень. Такого в городе не найдешь. Ты ему доверяешь? Каму Славе? Я его всего пару раз видел. Ты же с ним диалог ведешь. Да он мой друг в детстве. И по камням мы с ним перейдем. Камень пока побудет у меня, а ты поедешь к Леше Дугласу, отберешь пятьдесят стобусовика. Хорошо? Только, Сергей Евгеньевич, тут у Славяна небольшие проблемы. Отработали его. Можно ему с вами переговорить? Он сейчас как раз со мной приехал. В приемной дожидается. Марина! Да, Сергей Евгеньевич. Пригласи человечка, пусть зайдет. Хорошо. Спасибо. Проходите. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Марина, привези мне новую коллекцию подвесок из цеха. Хорошо. Садись, рассказывай. Сергей Евгеньевич, в общем, приехал я сегодня утром на место, где обычно ныряю. Под янтарным? Ага. В общем, из воды вылез и сидел камень перебирал. Ну и сзади с битами налетели. Запомнил их? Да я даже не слышал, как они подошли. Волна была еще после гидрача. Уши заложила. Ну и, в общем, сразу по голове битой. Голоса слышал, по-моему, по-армянски говорили. Да это артуровские. Они уже месяц там кого-то стабильно отрабатывают. Ты на своей машине был? Да, и машина была неподалеку. Да они знали, что это я. Понятно. Ладно, давайте. Спасибо. У тебя китаец проверенный? Энг? Ну да, мы уже с ним больше года работаем. Всегда берет за наличку. Последний раз шаров на 50 тысяч евро взял. Только качество перебирается. Хорошо, договаривайся. Да 90 процентов что возьмет. Да лучше сто. Ну да. Ну что, мы и полетели. Лехе Дугласу по поводу бусы набирать, да? Да, только не забудь сказать, что от меня. Хорошо. До свидания, Сергей Евгеньевич. Здорово, пацаны. Здорово. Еле тебя нашли. Ты когда знаешь здесь, Сыха Евгеньевич? Да, здесь. Разве не знал? Нет, не знал. Давайте покажем, что у вас там. Глянем? Рука. Так. Ну что скажешь, пацаны вчера накопали. По три пятьсот в круг заберете? Отбирать надо. Трещин, нога и грязь. Я подвинусь баксов на двести с килограмма. Откиньте, что совсем корявые и с грязью. Ну ты сам посмотри, какое качество. Такое даже на кулоны не возьму. Этот откинем. И этот тоже можно. По три двести забирайте. Мне не надо. Так у тебя наверняка тоже клиенты есть. Есть, но такое брать не будут. Ну я же сказал, корявые откинем, почистим. Ну еще краснуху отбросьте и прозрачку. Сейчас мода на цвет меняется. Совсем охренели что ли? Эту половину от объема откинуть надо. Себе в минус. Я даже за две такую не возьму. Сейчас киты каждому камни придираются. А тут краснуха и прозрачки в процентов. Пятнадцать по-любому. Леха Дуглас Евгеньевичу пятьдесят сто на выбор отдает. Могу взять твои полтинники в довесок. На выбор дашь? По пять баксов за грамм возьму. Деньги прямо сейчас. Да нет, ты что? Ты сейчас выберешь весь крупный хороший, а остальное кому сливать. Давай по три на круг. Пойми, просто камень никому не нужен. Нужен идеал. Ладно, пацаны. Короче, все, мы погнали. Ко мне завтра мой китайец прилетает. За три двести точно возьмет. Буду рад за тебя, братан. Просто такое качество я сам в Москву ввожу. Китайским студентам. Давайте. Что за пацаны? Да это крот. Раньше недвижкой занимался. Теперь вот на интерьер перешел. Только в камни ни хрена не понимает. Поднатаскать надо. Ладно, ты со своим китайцем договаривайся. Да. Товар Евгеньевича ты знаешь. Да договорю сто процентов. Чё, плохо тебе. Да обещал своих девчонок на выходные в Польшу свозить. По башке накатили. Так все не вовремя. Слушай, а у меня как раз сейчас шары двадцатые есть. Надо через границу перевезти и клиенту отдать сможешь? Нет, я с семьей рисковать не хочу. Ну какой риск? Жена, дочь. Это ж туризм. Никто не докопается. Короче, давай я тебе вечером привезу. Ну давай, брат, я поеду. Чего-то башка трещет. Давай, брат. Береги себя. Итак, ребятки, тема нашего сегодняшнего урока Антон Павлович Чехов. Великий русский писатель, талантливый драматург, академик, врач по профессии. Записываем вместе со мной. Посмотри, какой мне мама слайд за пятюшку по математике купила. Клевый такой. Синий. У меня гуча, с блесками. Мне мама просто так купила. Стали классикой мировой литературы. Родился в Таганроге. В семье купца. Максим, встань. Повтори то, что я сейчас сказала. Наталья Ивановна, это не я. Это они. Вика, встань. Повтори то, что я сейчас сказала. Катя, встань. Повтори. Ребята, садитесь. Наталья Ивановна, можно у вас? Да, конечно. Дети, открываем страницу 38. Читаем про Антона Павловича Чехова. Павловича Чехова. Юлина Пасоколова, можно идти на минуточку? Я? Ребята, продолжаем читать. И нет бы обычной одеться, я свои джинсы новые одела. Кеды белые. Ань, подожди. А вы не знаете, что случилось? Да у Юли попутан. Мужиц какой. Так, а что мы здесь столпились? Ну-ка расходимся, ребята. Уходим, 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 уходим. Наташ, дай водички. Даш, пошли, а то на урок опоздаем. Сергей Евгеньевич, простите. Вечером еще будет два варианта кулонов с белым камнем. Спасибо, Марина. Сергей Карна за мной. Здравствуй, Сергей. Привет, Артур. Не отвлекаю? Да нет, не отвлекаешь. Я бараны режу. Родственники завтра приезжают. Как дела? Как работа? Знаешь, как у нас говорят? Все хорошее и плохое в сторону отрежу. Вот я и хочу тебя спросить. Сегодня утром в районе Янтарного мой человечек собирал камень. Немного. Для себя. Его там накормили. Послушай, Сергей. Я как должен распознать, твой-то человек или кого-то еще? На нем что, клеймо стоит? Вы и так по побережью все собираете. После вас даже янтарную крошку на берег не бросает. Артур, это ты меня послушай. Три года назад тебя вообще на этом рынке не было. А я больше тридцати лет этим занимаюсь. Привыкли, чтоб все было на халяву. Неожиданно вдруг стали все камнем заниматься. Янтарные магазины наоткрывали. У тебя ресторан и сервис. Вот и занимайся любимым делом. Послушай, давай я сам определюсь, чем мне заниматься. Ты камень отдай человеку и извинись. У него жена, ребенок, ему семью кормить надо. Зачем это лишнее? Катнитесь, узнаете где они ставят помпы. А то он меня за дурака держит. Думает, что я ничего не знаю. Что такое больно? Фух, ты меня напугала. Что с головой? Да ерунда, об камни побел. Волна большая была. Тебе больно? Давай обработай. Да все, я уже обработал. Ничего мне не больно. Иди сюда. Подожди. Ну, подожди. Может ты уже завяжешь с этим камнем? Ну, сколько можно? Неужели нельзя заниматься чем-нибудь другим? Даша переживает. Ну, что ты опять начинаешь? Ну, у тебя же все есть. Что тебе еще нужно? Ты мне нужен. Мне и Дашам. Даша пришла. Мам! Пам! Только Дашу не говори. А раздеться. Пап! Привет, моя хорошая. Привет. Как дела? Пап, я тебя прошу, не занимайся больше этим. Дочь, вы что, с мамой сговорились сегодня? Ну, я с классом Юли папу утонул. Он с санитарем нырял, как ты. Дочь, не переживай. Все с твоим папой будет хорошо. Я этим давно занимаюсь. С самого детства. Папа, я серьезно. И я серьезно. А почему ты там в кепке? Да потому что солнце тут одно мне светит. Боюсь, как бы голову не напекло. Папа, папа, я уже не маленькая. Добре. А чего дверь не закрываем? Привет, дядя Жень. О, привет, принцесса. Как жизнь молодая? Хорошо. Мы завтра в Польшу едем. Что, прямо в Польшу? Угу. Мне возьмешь? Конечно, возьмем. Ну, тогда держи тортик. Спасибо. Папа, мы возьмем дядю Женю с нами. А у дяди Жени виза закончилась. Ух ты с ними. Ничего, я в багажнике с ценным грузом. Привет, Оля. Привет. Виз больше? А я тут к вам на барбекю решил напроситься. Вот даже колбаску купила. Давно у нас не было барбекю, а то все. Работа, дела, учеба. Дай мне мяч, мне мяч. Марта, дай мне мяч. Молодец. Марта, Марта, оп. Молодец. Пошли. Дядя Жень. О. Молодец. 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 Марта, иди сюда. Пошли. Марта, сюда. Так и выждутся. Ну, дай пиццу. Марта, и сюда. Давай торт резать. Молодец. Пошли. Так. Так, я пойду выпью с братом пивка. Ну что, как успехи? Да почти готова. Держи. Голова как? Болит целый день. Это я так, виды не показываю. Оля знает? Да, конечно, видела. Даже повздорили сегодня по этому поводу. Переживают они за меня очень. Дашка вообще в шоке. У него одна красница отец утонула. Да я в курсе, Костяна рыжая. Да ладно. Мы же его знаем. Мы с ним пару раз с очком под емтором стояли. А что случилось? Ну ты же знаешь, волна, дело такое. Тут главное вовремя остановиться. А он пожадничал, дальше пошел. Ну и затянул. Вот и я думаю, надо завязывать с этим делом. С добычей? Вообще с ним творил. Ты что, брат, слиться решил? А при чем тут слиться? Не хочу из-за этого семью терять. Сейчас еще уголовку уведут. Тебе хорошо, ты один. Мы вроде с детства в этом крутимся. Ну вот именно, сколько можно. На одном ментаре жизнь не заканчивается. Смотри, у тебя горит. О, пойдем за стол. Все, готово. Мы уже идем. Прекрасно. Ну-ка, давай сюда кладем. Ага, ага. Ну я так вы не дайте с лучшим таможенным. Чай? А, нет. Кофе? А, нет. Какова цель вашей поездки? Сашу, сосиски. Да не, мам, я только торт и все. Сладкоежка. Так, ну что, попробуем. А, нет. Это же есть поездки. Спасибо, что приехала. Устроила нам праздник. Приезжай почаще. Смотрите, потом меня отделаетесь. Пока, дядя Жень. Добрый ноч, принцесса. Пошли. Давай, включай компьютер. Мы ничего не выбрали, а ты... Ну, контакты тебе скинул. Как передашь, позвони. Договорились, Жек. Хорошо, да. Тем более, есть на что. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ 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 Ну что, нашла? Да, вот, мам, посмотри. Мам, что у папы с головой? Нырял вчера. Волна сильная была. Он что, не понимает, что так можно утонуть? Запрети ему! Мам, где мой спрей для горла? А, я его в твой чемодан положила. Мамуль, ты можешь принести? Пожалуйста. Руковь. Продолжение следует... Прошу, отворюйте те вализка. мам что спрей я его не нашла видимо в другое место положила потом найдем и попрошу отворить да и то дочка чемодана прошу отворить дякую то есть в этой кишине да там нет ничего прошу отворить дякую может пан в сиадать до аута Пап, ты голову себе разбил! Я все видела! У Юльки отец погиб! Ты что, не понимаешь? Мам, ну скажи ему! Ты, случайно, не это ищешь? Ты хоть понимаешь, что могло произойти? Понимаю. Давай я тебе потом все объясню. Фух! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даша! Даша! Ну, иди сюда, чего скажу. Не переживай, дочь. Я ныряю много лет. У меня все под контролем. Слышишь? Я взрослый мальчик. И вообще, девчонки, мы сюда приехали отдыхать, а не ссориться. Так, а ну что у нас тут? Все доброго, дякуем. Спрашиваем, че... Запрашиваем на аудицию актуальную... О, вот это другое дело. О, вот это... Идем... Екатерина. Идем. Субтитры сделал DimaTorzok Женя, я послезавтра улетать в Китаре, а мне нужно пятьдесят сто. Только качество хорошее нужно. А ядорока не надо. У меня есть ядорока. Лех, у тебя нет еще полтинников хороших? Тут есть китос один с деньгами. Готов? Объем нормальный взять? Да нет у меня, потому что вот все, что есть. Да? Возьми то, что Евгеньевич не возьмет. Смотри, пластину под кулон. Вон, жирная какая. Да ему просто пластина не нужна. Ему надо, чтоб тридцать-сорок процентов буса было. Не знаю, такое если через неделю будет. Если пацаны нас собирают. Ладно. Еще поспрашиваю. Может, есть у кого? На, глянь. Че скажешь? Ну, че, нормальный такой, без точек. Такое сейчас по тридцать-тридцать пять евро за грамм дают. Хотя пейзажки белого почти нет. Так что лучше так продавать, чем шары катать. Вдруг трещины пойдут. Ультрафиолетом посвети. Ну, хорошее качество. Вот и поляк так же сказал. Четыре килограмма взял для арабов. Они же любят белый пейзажный королевский. Да ладно. Елки пахнут. Ультрафиолет светится. Ну, так работали долго над этим. Вон. Че, подделка, что ли? Шесть килограмм накатали на пробу, а там посмотрим. Охренеть. Подождите. А чего добавляете? Тебе, барыге, все расскажи. Секрет фирмы. Не, ну я первый раз такие шары вижу. Деньги давай. Считать будешь? Да нет, конечно. Бросай на весы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Прошу. Ты реально думаешь так загладить свою вину? Нет. Просто хочу сделать тебе приятное. Было бы очень приятно, если бы мы не ждали тебя весь вечер. Ну, прости. Это не по моей вине. Я не мог приехать раньше. Красавицы мои. Ну что, за вас, мои родные. Я вас так люблю. Может быть, побудешь с семьей, а не в телефоне? Так кто бы говорил, это ты всегда занят. И вообще, у меня скоро концерт. Ты придешь или как обычно? Как обычно. Приду. Конечно. Ну-ка, а что это у тебя здесь? Тихо-тихо-тихо. Подожди, подожди. Вот-вот-вот. Оп. А это что такое? Папа, спасибо. Я не мечтала. Я тебя люблю. Панове! Эй, быстро вода, быстро водицка. Пойдем, пойдем, пойдем. Дочь, а? Пойдем, пойдем. Звучит. Кошечка! Давай, ну давай! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо, милая. Ты хоть знаешь, как я тебя люблю? Как Даша тебя любит. Не предавай нас. Оль, я решил завязать с этим. Я так тебя люблю. Спасибо тебе, что все от нас собрал. Побойте мне камни от Ворошего. Ура! Ура-у-ра! Ура-у! Ура-у! В смысле? Ну, сколько тебе бабла нужно для нормальной жизни? Ну, по-хорошему, не меньше пятнашки баксов в месяц. Леха Дуглас, зараз, на 120 тысяч баксов поляков кинул. И ничего, спит себе спокойно. Ну, у Дугласа своя голова на плечах. Если что, за это могут и спросить. Ну, он же спит нормально, никто не спрашивает, а? Ладно, отдыхай. Я знаю, ты занимаешься лентарем. Да, лентарь очень тёплый камень. У него светлая энергетика. Тебя как зовут? Яна. Держи. За себя, Яна. Пойдём, покажу тебе свою энергетику. Э List — Аtering! Э? Э? Э. Эв! Э? 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 Э Э? Э? Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстрее давай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чёрт! Я застрял! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдём. Ты куда? Красово! Да брось ты его! Что я маме скажу? Надо секунд. Пойдём. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Здорово, Жека! Почему ты мне не позволял? Да всё окей, шары слил, всё завершён. Они тебя пацаны не опускали? Нет, даже не торговались. Хотели четыре шара скинуть и сразу сказал, нет, ребята, это и так дёшево. Я свою жопу исковал, пока лёс. Меня полегли на границу чуть не спалили. В нашли чемодан полил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Короче, приеду, всё расскажу. Меня маё ворочило. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если бы не ты и твой кроссовок, мы бы были сейчас не хуже Евгеньевича. Чего? Тот пейзажный кусок, который застрял у тебя в кармане, сейчас бы на двадцатку долларов тянул. Сколько там их у нас было, а? Слышь, ты перебрал, давай завтра поговорим. Под сотню. А может, и больше. Мы бы сейчас их продали за такие деньги. Слав! Меня там Ольга зовёт. Давай завтра созвонимся. У нас был шанс. И мы его прозрали. Пацанью. Что мы тогда понимали? Она просто везла. Вот и теперь пусть повезёт. Слышь, Жиг, займи десятку баксов, а? Камень хороший есть, купить хочу. Я через недельку отдам. Встань на лопату и накопай себе на десятку. Жигерод. Жигерод. Жигирод. Поехали. bod verte�. Расси. Не все армяне. Да я говорю, за удачу, за пласт, ты помогай нам, Бог. Здорово, ребята. Все, поехали, поехали, ребята. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Да, Артур сам виноват. Давно их надо было наказать. Хорошо, я тебя понял. Давай. Скажешь Славе, что если вдруг что случится, он будет отвечать за товар. Ты мне знаешь. Я даю вам возможность заработать. Деньги с вас сразу не беру. Но если попадете, спрошу по полной. Да хорошо, конечно. Все будет как всегда. А почем камень, Сергей Евгеньевич? По четыре с половиной? Ты смеешься? Там пятьдесят процентов полтинников. И бусовика нормально. Пять тысяч долларов за килограмм не меньше. Китайцу Славу по пятьсот забирает. И больше не дает. Говорит, дорого. Это же получается, что по сто баксов с килограмма, это как-то маловато. Тем более на двоих. Сергей Евгеньевич. Ладно. Четыре девятьсот, но только чтобы в круг все забрал. По две тысячи долларов каждому это нормально, учитывая, что камень не ваш. Я с вас вперед денег не беру. Жду до конца дня. Хорошо. Привезу вам деньги вечером. До встречи, Сергей Евгеньевич. Мне нужно вечером деньги привезти в офис. Я понял. Держи. Подарок из Польши. Чего вид такой помятый? Бухал, что ли, вчера? Да так. Оторвался вчера с девчонками. Да я по голосу понял, что ты угашенный. Ты хоть помнишь, что вчера говорил? Ну, не совсем. Да ладно, забей. Я вчера перебрал. Плюс белого дал. Прости, если что-нибудь так сказал. Не со зла. Ладно, все нормально. Евгеньевич по четыре семьсот отдает? По четыре девятьсот. Жаль, что по ценнику только ты с ним общаешься. Я бы его подвинул. Насчет ценника Евгеньевич только со мной разговаривает. Это его желание. Ладно, давай, езжай аккуратно. По окружке едет. Там ментов нет. Давай, на связи. Погоди. А это тебе за шары. Спасибо. Ты, кстати, деньги-то пересчитай. А ты что, не пересчитывал? Конечно, пересчитывал. Ну, так я тебе доверяю. Балтик появишь? Да, он все время там останавливается. Как скину, отпишу. Давай, чать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энг, ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА